День работника культуры И я вам желаю, чтобы у вас на это было здоровье на долгие-долгие годы, чтобы ваши семьи себя комфортно чувствовали А мы с удовольствием рукоприскали тому, что вы делаете на сценах, в домах культуры Заслуженных деятелей искусства губернатор наградил медалями и памятными знаками За 2017 год театры и концертные организации подготовили более 70 премьерных постановок Матерь человеческая – одна из них Спектакль, поставленный по одноименной повести донского писателя Виталия Закруткина, показали и гостям праздника Международный день человека с синдромом Дауна отметили большим днем рождения Праздник с таким названием собрал солнечных малышей Они настоящие герои, они заставляют нас, взрослых, становиться еще лучше Огромное количество общественных организаций, фондов, которые помогают родителям, которые объединяют родителей в сообщество И помогают им преодолеть ту трудную ситуацию в своей семье и стать настоящими полноценными членами нашего общества Встречи помогают особенным детям адаптироваться в обществе А для их родителей такое внимание, как поддержка Мы смело смотрим на всех остальных людей Принимаем наших детей такими, какие они есть Наталья у меня в короне, потому что только что, вот на прошлой неделе она выиграла в конкурсе фотомодели Она лучшая топ-модель Как известно, солнечным малышам с трудом удается обучение Они быстрее устают, но эти малыши доказывают обратное Они ничем не отличаются от нормативных детей, но только им дается все гораздо сложнее И я хочу выразить огромную благодарность родителям, которые верят в своих детей Которые занимаются развитием этих детей Потому что я считаю, что в любом случае даже через труд можно добиться такого результата Как сегодня, вот еще раз повторюсь, все смогут наблюдать Это особенные дети Они по-настоящему искренние Они добрые Они не зря их называют солнечными Потому что, посмотрев в их глаза, видно большое количество радости, какого-то солнца И поэтому это самые замечательные дети Вот что мы подслушали и подсмотрели сегодня в сети Началась регистрация на юбилейный пробег «Ростовское кольцо» Ожидается, что участие в нем примут пять тысяч человек 22 апреля в Ростове-на-Дону пройдет сороковой городской легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо» Общая протяженность юбилейного маршрута – сорок километров Дистанция проложена в один круг по нескольким районам города Самый массовый отрезок – первые пять километров Организуют в формате фан-ран Бегущих поддержат музыкальные коллективы, расположенные вдоль трассы Теплая зима привела к ранней активизации клещей в Азовском районе, сообщает издание «Йорш Азов» Уже зафиксировано два случая укусов Эксперты издания утверждают, что количество клещей в этом году будет значительно больше, чем в прошлом Поэтому борьба с ними уже началась Безусловно, не все клещи переносят тяжелые вирусные инфекции, но их укусов все же стоит опасаться Особенно в весенний период, когда наступает пик их активности И напоследок Ростовчанка претендует на звание самой красивой девушки страны, сообщает информационная служба Ростов-ФМ Организаторы конкурса «Мисс Россия» объявили список из 43 девушек, которые поборются за звание самой красивой девушки страны в этом году Среди участниц Алина Гладкова, 18-летняя ростовчанка, обладательница титула «Первая Мисс Волга-2017» Напомним, что последний раз ростовчанка Татьяна Котова получила корону «Мисс России» в 2006 году До нее победительницей была Виктория Лопырева в 2003 году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...